Каким для Бендер был 2020 год? Что удалось сделать вопреки пандемии? Роман Иванченко отчитался перед президентом. Совещание прошло в режиме видеоконференции, участие в которой приняли представители администрации президента ПМР законодательной и исполнительной ветвей власти. Роман Иванченко озвучил наиболее важные показатели жизнедеятельности города, подвел итоги минувшего года, обозначил планы на перспективу. В прошлом году в городскую казну поступило без малого 214 миллионов рублей. Это собственные доходы, 23 миллиона – субсидии из госказны, около 6 миллионов – трансферты. Расходы составили 247,5 миллионов рублей. Преимущественно они направлены на финансирование социально защищенных статей. Данные суммы позволили реализовать все задачи, которые поставлены республикой перед городом. Своевременно выплачивались заработные платы, обеспечивалось льготное питание. Глава напомнил о мерах, принятых для улучшения качества питания школьников и дошколят. Упомянул оптимизацию сети учреждений спортивной направленности. Говорил о реконструкции и переоснащении Бендерского лечебно-диагностического центра, реконструкции центрального рынка. Также затронута тема ремонтов по программе фонда капитальных вложений. По фонду капитальных вложений тоже выполнен был очень большой перечень работ. Останавливаться отдельно не буду. Общая сумма по объектам образования составила 7,294,000 рублей. Все эти объекты всем знакомы. Представлены фотографии, как было до, после. При ремонте детских садов мы устанавливаем теневые навесы, потребность которых давно существует. Их было установлено только в 24 детском саду на сумму 540,000 рублей. Да, это затратная часть, но эти объекты необходимо создавать в невынный вес для того, чтобы дети могли там комфортно размещаться. В жилищной сфере завершается строительство многоэтажки по улице Кишиневской. Еще два жилых кооперативных дома планируют создать в нынешнем году по индустриальной и коммунистической. В отчетном году детям-сиротам выдали 18 благоустроенных квартир. Повышенное внимание уделялось, но все еще требуется дорогам. В планах текущего ремонта отремонтировать два путепровода у фабрики «Фларе» и в районе улиц Котовского и Ермакова. Благоустроить центральную часть города, построить детский развлекательный комплекс в парке Невского. Создать зеленые рекреационные зоны в прибрежной части города. В медицинском секторе предстоит завершить глобальный ремонт детской и центральной больниц, строительство туберкулезного стационара. Есть идея создать в Бендерах IT-центр для детей и молодежи и центр ремесленников и производителей сельскохозяйственных товаров. В целом работа Бендерской госадминистрации по итогам 2020 года признана президентом удовлетворительной.